Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Акулович. Сегодня в выпуске. Счастье. Просто переполняет счастье. Большое. Даже нету слов. Ноябрьские новоселья в Климовичах и Горках. Оборудование, вы сами видите, здесь первоклассное, от ведущих производителей мировых. Оборудование, можно сказать, уникальное в своем роде. На Сиповьевском заводе транспортного машиностроения предлагают работу. Я бы всем рекомендовал попробовать когда-то подойти к улью и залезть туда с головой и посмотреть, что происходит в этом улье. Международная встреча пчеловодов. Больше меда – больше пользы. Да, знаем эту страну. Между Польшей и Россией. Да, знаем Азаренко. Да, знаем Добрыч. Это удивляло. Туристы из Японии и других стран. Как их привлечь на Могилевщину? Спектакль, который каким-то образом остается в сердце, как заноза и, как ни странно, что-то хочется делать. «Синяя-синяя» – нетривиальная история про любовь в Беларуси. В Могилевской области построили почти 2500 квартир за 9 месяцев этого года. Днями новоселье справились жители сразу двух районных центров. В Климовичах заселяется новая пятиэтажка, а в горках ключи получили 13 человек, которые имеют статус сирот. Радости и заботы новоселов. В репортаже Олеся Рыбалка. Утепленные кирпичные стены, стеклопакеты, индивидуальные счетчики учета тепла. Этот дом всегда будет сухим и теплым, ручаются строители Климовической ПМК. Вот-вот это смогут оценить и новоселы. Хозяева 20 квартир могут не откладывая заселяться. Вода, свет, газ подключены. Вручение долгожданных ключей для них – настоящий праздник. А сдача нового дома – событие и для всего района. Создаем условия для жизни и чтобы люди, в конце концов, оставались в районе, работали и жили здесь. Семья Панасенко свою арендную двушку ждала три года. Это время жили в общежитии. Новость о переезде больше всего обрадовала маленькую Юлю, как оказалось, перспективную хозяюшку. Будешь пироги печь? Работник детского сада Яна, как молодой специалист, после предложения стать на очередь, не раздумывала ни секунды. Хоть и придется платить за аренду, но новый дом есть новый дом. Планируем переехать к концу этого месяца, обустроиться и уже Новый год встречать здесь. Новая квартира – новое счастье. С такими мыслями осматривает свои квадратные метры Эдуард Жариков. Ему даже ключ достался со счастливым номером 7. Рядом старшая сестра Валентина. Она, по сути, заменила сироте брату-мать. Вот и мебель выбирали вместе. Для однокомнатной квартиры уже все куплено. Так что хлопоты по переезду будут приятными. Ну что, счастья ему. В следующем году у этих новоселов соседей станет куда больше. 20 квартир – это только первая очередь строительства. Рядом вырастут еще два подъезда, каждый по два десятка квартир. Это тоже будет социальное жилье. А значит, очередь на жилье в районе среди тех, кто имеет статус сирот, еще сократится. Кстати, более 40% от уже построенного в Могилевской области жилья – это жилье для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Только что зашел, немножко волнение души, конечно же, было. Посмотрел, все, в принципе, нравится. Ну, теперь будет остальное зависеть от меня, как там еще обустрою и так далее. Ну, конечно же, главное – крыша над головой. А этот 60-квартирный дом сдан в горках. 13 квартир в нем предназначены для тех, кто когда-то остался без попечения родителей. Либо у них совершенно нет родителей, либо их родители лишили родительских прав. И вот таким образом государство заботится в настоящее время о них. Церемонию вручения ключей провели торжественно. Молодым людям главные слова и напутствие о создании крепких семей. Поэтому на счастье вместе с ключами, как водилось издревле, и обереги. Решенный жилищный вопрос в делах семейных – большое дело. Мы ждем пополнения в семье, так что, я думаю, уже к этому времени мы переедем, и будет все хорошо у нас. Мы ждали долго квартиру свою, чтобы отдельно жить. Семья была, дети. Всего в области в этом году планируют создать не менее 280 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году эта цифра была больше – 320 тысяч квадратных метров. Изменилась система бюджетного финансирования и льготного кредитования. Поэтому жилья теперь строятся меньше, но все же строительство продолжается. Этаж за этажом и для многих более реальными становятся новые планы, новые надежды и новые семьи. Белорусская железная дорога организовала в Осиповичах новое предприятие. Отечественный инвестор вложился в производство специальных контейнер-цистерн. Ни в Беларуси, ни в СНГ аналогов такой продукции пока нет. Осиповичский завод транспортного машиностроения основали на территории, где раньше был другой завод – вагоностроительный. Предприятие не сумело выжить в сложившихся экономических условиях и обанкротилось. Теперь здесь будет новое производство, а часть коллектива перешла работать на новый завод. Но предприятие рассчитывают получить первую прибыль в ближайшие месяцы, за счет чего, расскажет Елена Соловьева. В таких контейнер-цистернах можно перевозить как безопасные грузы, так и жидкие химические вещества. Ее особенность – в мобильности. Контейнер-цистерны используют для перевозки по железной дороге, по морю, а также автомобильным транспортом. Каждая модель делается под конкретные потребности заказчика. Маркетологи изучают рынок, ищут потенциальных покупателей. Затем в работу включаются конструкторы. От начала разработки образца до выпуска первого опытного экземпляра уходит минимум полгода. В данный момент никто их просто не выпускает, специальные цистерны. И сейчас большинство заказчиков переходит на контейнер-цистерны. В данный момент мы работаем над контейнером-цистерн для перевозки жидкого хлора. Чтобы рынок принял новую продукцию, она должна быть высочайшего качества. Каждый сантиметр сварного шва цистерны проверяют рентгеном. Вот само сварное соединение, то есть идет поезд маркировочный, чтобы мы могли определить дефект, и дефект отмечек. То есть нашли дефект, останавливаем картинку, опускаемся, отмечаем, все, останавливаем рентген, выходим, отмечаем маркером и отдаем производственное устранение брака. Большинство контейнер-цистерн, 90%, уйдет на Россию. Также ими интересуются Чехия, Польша, Украина. А еще в Осиповичах делают вагон-платформы и вагон-цистерны для перевозки грузов по железной дороге. Платформы предназначены для белорусского и российского рынка 50 на 50. Интерес в платформах сейчас появляется, интереса в вагонах-цистернах сейчас нет. Он был в свое время, мы по старому заводу сделали порядка 600 штук. Если бы была сейчас такая потребность, у нас для этого все мощности есть, можем пускать вагон-цистерны. А вообще сейчас на данный момент это вагон-платформы, различные длины, которые необходимы как и для белорусской железной дороги, так и для российской железной дороги. На Осиповичском заводе работают 270 человек. Часть из них трудились на обанкротившемся вагоностроительном заводе. Новый инвестор дал людям возможность сохранить рабочие места. Среди них сварщик Илья Чулков. На работу он ездит из Бобруйска. Пришел я в 2013 году, в это время устанавливали это оборудование. Был здесь итальянский наладчик. У меня есть познание итальянского языка, поэтому мы с ним разговаривали, сдружились, он меня обучил работе на нем. Ну вот, до сих пор работаю. Видя сейчас те объемы, те поставки материалов, которые привозят на завод, видя, слыша те планы, которые доводит у нас руководство, все надеются на то, что сейчас ситуация будет меняться к лучшему, соответственно, и благосостояние будет тоже расти. На заводе не скрывают, что заинтересованы в кадрах. Вакантными остаются 30 рабочих мест. Если у специалиста есть желание, но не хватает квалификации, здесь его обучат и подготовят к работе на производстве. Первый контракт предприятия рассчитан на 40 контейнер-цистерн. Заказ на Осиповичском заводе транспортного машиностроения выполнят до конца ноября. Полторы сотни пчеловодов из Беларуси, России, Украины и Чехии обсудили на встрече в Круглянском районе переход от скромных любительских пасек к промышленному пчеловодству. Ведь пчеловодство всегда было выгодным делом, и к меду у людей особое отношение как к натуральному и полезному продукту. В прошлом году в Могилевской области произвели более 500 тонн меда и львиную долю из этого на частных пасеках. Но сегодня с помощью новых технологий можно получать больше продукции, причем не только меда, а экономики улья в нашем сюжете. Говорят, пчеловоды любят общаться, хотя собираться вместе им непросто. Пасеки требуют постоянного присмотра. Но вот в ноябре, когда пчелы отправляются на зимовку, как раз самое время для встреч с коллегами из разных стран. Я вам скажу, что последнее время в мире вообще бум на здоровое питание. И мед – это единственный продукт в мире, у которого нет срока годности. На выставке было просто не протолкнуться. Тут презентовали специальный инвентарь для пчеловодов, а также разные интересные вещи – от мыла с медом и прополисом до косметики с маточным молочком и восковых саше с эфирными маслами. Все это подойдет тем, кто любит мед и предпочитает экологический образ жизни. Мед – это наше здоровье, это во-первых, а мед – это пчелы, пчелы – это жизнь. Альберт Эйнштейн сказал, что если с лица земли однажды исчезнут все пчелы, человечество просуществует четыре года. Именно благодаря опылению растения способны размножаться, цвести и плодоносить. Ученые говорят, что производство по меньшей мере одной трети всех продуктов питания опирается на этих маленьких насекомых. И кроме этого, сегодня пчеловодство – еще и бизнес. Это хороший заработок на селе. Во-первых, это независимость от кого-либо. Ну и, соответственно, это интересная и увлекательная работа. Вот, уже для молодежи, которая ничем не может заняться, ищет что-то. Ну, пчеловодство я бы всем рекомендовал попробовать когда-то подойти к улью и залезть туда с головой, и посмотреть, что происходит в этом улье. Свои экономические надежды белорусские пчеловоды возлагают на развитие промышленного пчеловодства. В Могилевской области насчитывается 45 тысяч пчелиных семей, но они живут в основном на скромных любительских пасеках. Как перейти от хобби к большим объемам меда и экспорту эксклюзивных продуктов? Обсуждали на международной встрече. А делимся своим опытом, который уже отработан, который уже, скажем так, откатан, как мы это называем. Братья Сергей и Андрей Довыденко – сторонники новых технологий. Пчеловоды из Могилевского района ведут даже свой собственный канал на ютубе, рассказывая всем про новости и тонкости своего дела. Основа для видеоканала – семейная пасека в деревне Вендорыш. Там в начале осени вместе с пчеловодами мы сняли удивительное видео, а на международной встрече узнали, что они расширяются и внедряют новые научные разработки, в том числе и собственные. Мы хотим современную лабораторию для конкретно инструментального осемнения, то есть чтобы она соответствовала уже всем мировым стандартам и чтобы показатели наши росли с каждым днем, скажем так. Туристический комплекс «Николаевские пруды» и «Круглянская ПМК-266», которой он принадлежит, заинтересованы в сотрудничестве с пчеловодами. Здесь, в деревне Лысковщина, у домика, где жил русский художник Николай Неврев, рядом с липовой аллеей когда-то стояло несколько частных ульев. Сегодня в пчелином хозяйстве «Круглянских строителей» 200 семей. Более трех тонн меда в год для своих работников и немного для торговли. Я смотрю на мед не как на удовольствие, а как целебный продукт. Поэтому я считаю и всем рекомендую, если хотите крепкое здоровье иметь и без всяких там прививок и все остальное, замените дома вместо сахара мед, и у вас будет все в порядке. Но проблема для всех, и для производителей, и для потребителей – это контрафактный мед. Мед, который и не мед вовсе, а просто ароматизированный сладкий продукт. Фальшивого меда на мировом рынке, по оценкам специалистов, чуть ли не половина. Если пробретаете, конечно, мед, надо знать, это не мои слова, конечно, но просто я вам хочу сказать, надо иметь своего, как говорится, пчеловода, и конкретно куплять этот мед. Наши собеседники привели такую статистику. Сегодня в Беларуси производится 300 грамм меда на жителя, а хорошо бы до 15 килограмм. Так что отрасли пчеловодства еще расти и расти. Спрос на мед есть. Спрос в данный момент на хороший мед превышает предложение, и тенденция такая, что цена на мед растет в последние годы. Дегустация меда – это интересно. С разных стран и регионов. Мед различных цветов и консистенций. Но все честно, натурально и вкусно. Пчеловоды гарантируют. Кстати, туркомплекс «Николаевские пруды», где собираются на международные встречи пчеловоды, уже посетили в этом году более 12 тысяч иностранных туристов. Большинство – россияне, но вообще приезжали из 17 стран. Про интуристов и не только про них мы сегодня поговорим с директором государственного предприятия «Могилев» облтурист Еленой Карпенко. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну, удается ли «Могилев» облтуристу работать с иностранцами, интуристами, как их называли в Советском Союзе? Конечно, нам «Могилеву» сложнее, чем «Минску». Но, тем не менее, последняя тенденция последних нескольких лет к тому, что стали ехать в глубинку. Стали ехать именно в малые города. А что там в малых городах? Ну, к примеру, вот у нас новый маршрут, интересно разрабатывается, фавориты Екатерины. Включают маршрут наши малые города. Кричев, дворец князя Потенкина, Славгород, парк Голицынский, Шклов, тоже фаворит Зорич, ну и Могилев. Вот маршрут получается очень интересный, очень заманчивый. У нас недавно гостем программы, позвольте рассказать, был Денис Дудинский, не только телеведущий, но и владелец трусфирмы. Ну, он путешествует, он снимает. Так вот, он рассказывал, что тем иностранным гостям, которые сюда приезжают, ну, очень интересны наши агроусадьбы. То есть, как ни странно, но туалет на улице, вот сетка рябица на кроватях, да, вот такая вот валенки и напичку. Как вы считаете, вот это направление действительно можно заинтересовать вот такими вещами? Ну, наверное, не ближнее, а зарубежнее, но дальнее. Ну, эти вещи, конечно, интересны, но они интересны ровно на одну ночь. По опыту работы с дальними странами, к примеру, мы принимали китайских туристов, когда мы предлагали им размещение на агроусадьбе, они согласились там провести вечер одну ночь максимум. Понятно. То есть, это не значит, что туалет на улице только на улице. Да, да, ненадолго. И то есть, потом надо что-то придумывать. Все равно нужен комфорт, нужен сервис. Для разной категории туристов это разные требования. Допустим, японцам обязательно наличие ванны, они любят ванну. Китайским туристам обязательно большая кровать. Иранские туристы, они все-таки больше любят развлечения. Им важно наличие рядом с объектом размещения. Все, чем важно понимать, с кем мы работаем и что кому надо предлагать. Хорошо, что удивляет, к примеру, японцев? Ну, первое, что их удивляет, наше пространство. Ну, конечно. Расстояние между домами. Да, мы не такие маленькие, мы действительно, вот они когда прилетают к нам, они сразу говорят, ой, как у вас просторно, как свободно можно дышать, просторно. У них расстояние между домами порядка 50 сантиметров. Япония вам понравилась? Как вы считаете, японские туристы могут к нам поехать? Ну, я хочу... Вот вы будете работать в этом направлении? Вот мы сейчас работаем в этом направлении очень серьезно. Все-таки их 126 миллионов. И они достаточно... Немалая цифра. Немалая цифра. И достаточно обеспечивает очень высокий уровень жизни. И они любят тратить средства на путешествия. Но для них важно приготовить интересную программу. То есть она должна быть на высоте. А вот им что интересно будет, как вы считаете? Ну, общаясь уже с японцами и работая на туристической выставке, я поняла, что им интересно. Им, конечно, интересна не только глубинка. Им интересно посмотреть нашу столицу. Театр, опера и балеты их впечатляет. Наша картинная галерея. А Могилев? Могилев. Регионы тоже интересны. Мы можем заинтересовать... Ну, они всегда спрашивают, что можно у вас поесть. Японцы очень любят много вкусно кушать. А они нашу пищу переварят? Великолепно. У них сейчас очень много европейской еды. И они к европейской еде относятся с огромным почтением и очень любят. То есть мы вернулись к драникам? Заканцевались? Да, драники они любят. Картошку они любят. Кстати, картошку у них продаются вот такими маленькими сеточками. Прям как вот ценность. Ну, то есть не доедают они картошки? Да, не доедают. Стоит она у них больших денег. Поэтому это то, что они попробуют. Ну, вот мы и нашли какую-то точку для работы, наверное, да? Какой-то такой драник-тур. Вот то, что наше национальное, то, чего мы почему-то считаем, что это неинтересно. Им это очень интересно. Интересно мерить наши костюмы, интересно пробовать нашу еду, интересно участвовать в различных обрядах на завивание березки, обряды на приобретение суженого. Это все очень интересно практически всем иностранцам. Мы это уже экспериментировали и проверяли на всех категориях туриста. И китайцам тоже это очень интересно. Ясно. То есть есть то, что интересно всем взрослым, да? Вашему предприятию этими днями исполнилось 15 лет. Ну, поздравляем. Спасибо. Безусловно. И вот все-таки главный урок 15 лет работы. Ну, я все-таки, во-первых, считаю, что для турфильма 15 лет это немало. Не такой это юный возраст. Это первое. Это опыт и доверие в любом случае. Но главное, я поняла за эти годы, что нет предела совершенствования. В туризме все развивается такими темпами. Это практически одна из самых быстро развивающихся сфер экономики. И надо успевать, надо спешить. Поэтому мы стараемся следить за всеми современными тенденциями, развиваться и не останавливаться на достигнутом, предлагать интересные программы нау-туристам. Улыбаться нау-туристам, да, Лина? Да, это самое сложное. Улыбаемся много, стараемся. Благодарю вас за интервью. Желаю удачи. Спасибо. Всемирный день доброты отмечают 13 ноября. Говорят, что именно доброта спасет мир. И это основано на научных данных. Чем больше добрых поступков мы совершаем, тем более счастливыми ощущаем сами себя. Про добрые дела напоминает Альбер Камю, французский писатель, публицист и философ. Читать его непросто, и судьба его была непростой. От бедности в детстве до гибели в автокатастрофе на пике творческого пути. Это именно он считал, что свобода не привилегия, а обязанность. Причем каждый понимает эту тезу по-своему. Альбер Камю ценили за то, что постоянно напоминал человечеству о совести. В эссе «Миф о Сизифе» Камю писал так. Рано или поздно наступает время, когда нужно выбирать между созерцанием и действием. Это и называется стать человеком. Белорусский писатель Владимир Короткевич напомнил, тот, кто забыл свое прошлое, осужден пережить его во второй раз. Это звучит в интервью, которое когда-то дал писатель белорусскому радио, и которое теперь ставит перед началом спектакля «Синее-синее» в Могилевском театре «Кукол». Постановка Игоря Казакова по рассказу Короткевича стала известной в Беларуси. О чем заставляет задуматься история Петра К. Исюкевича, который в песках Сахары почти умирает и вспоминает свою родину как «синюю-синюю». Были белорусы, были гимназисты Виленской гимназии, были студенты, были вандроуник, были повстанецы. Были уделения географичной экспедиции Камиля Даля-Брысака. Были... Были человек. Этот рассказ о событиях конца 19 века, а действие происходит в Сахаре. Но пустыня немирная, вокруг Тауреги с оружием до воды не добраться, и рядом с главным героем уцелевшая маленькая дочь шейха, которую Петрок отвлекает от жары и жажды рассказами про свою Беларусь, про ее реки, озера, болота и леса. И это заставляет бывшего повстанца, который покинул страну после восстания Калиновского, вспомнить родину. Были ясные. Честы. Я краса на волошках. «Синее-синее» – спектакль одного актера. Главного героя играет Николай Стешиц. И для него, и для зрителей это не просто рассказ о выживании в пустыне. Это нетривиальная история о родине. Без воды, без ежи и без родину. Потому что... Ну, это действительно страшные вещи. Когда человек потеряет родину, у меня был... Может быть, немножко не такой неактуальный вопрос. Я когда был моложе, я учился на Украине. И... Ну, тогда мы были всей огромной страной. Такой большой Советский Союз. И я попал на концерт ансамбля «Сибры» в Днепропетровске. И, честно говоря, когда я слышал белорусскую речь, я сидел и плакал в зале. Мне так хотелось домой. Еще какое-то время назад, как бы, был такой зазор между тем, что говорили белорусские классики, да, которые восхищались, которые любили свою страну, да. Ну, вот в литературе это было, как в литературе. Вот оно где-то там. А в жизни это никто не делал. И как-то это было чуть ли не зазорно, чуть ли не постыдно. Вот. А мне кажется, сейчас это можно сказать искренне достаточно, да. Может, не громко, не орать с плакатами. Вот. Но, как бы, и приятно это говорить сейчас. И есть какая-то гордость даже за это. Вот. Вопросы о белорусской нации всегда волновали Владимира Короткевича. Его предки, кстати, были шляхтичами. В том числе из Мстиславля и Могилева. Филолог по образованию Короткевич стал одной из самых ярких фигур в белорусской литературе 20 века. И он стал первым белорусским писателем, который обратился к жанру исторического детектива. «Дикая охота короля Стаха» – самая известная повесть Короткевича. И в 1964 году он написал рассказ «Синее-синее», который стал основой для спектакля в Могилевском театре «Кукол». Не стреляйте! Не стреляйте! Спектакль решен как жанр спектакля галлюцинации. И через эти вспышки в его памяти о том, какая была его родина, какой он ее оставил, что там происходило. И происходит вот это осознание и переосмысление его как человека. В муках, даже когда смерть кажется близкой, Петрок вспоминает родину и горькое, и прекрасное. А прекрасное – это синие озера, зеленая луга, сладкие яблоки. В этих образах даже в африканской пустыне родина видится и берберской девочке Петроку земным раем, который нельзя оставить. Как говорят создатели спектакля, точки в нем нет. Короткевич дает своему герою услышать то под верблюжьих ног, как спасение. А здесь каждый зритель должен сам ставить для себя точку в спектакле. На сегодняшний день он опять же актуален. Актуален, потому что мы начинаем, мне кажется, опять возвращаться к тому, что мы действительно нация. И мы действительно нация, и гордая нация, и самодостаточная нация. Мне кажется, сейчас очень хорошее время для того, чтобы, не побоюсь этого слова, для какого-то возрождения. Мне кажется, вот эти сейчас зерна, они потихонечку всходят. Спектакль Могилевского областного театра «Кукол. Синее-синее». В нынешнем году постановку представили на семи международных форумах в Беларуси, Литве и Польше. И он имел большой успех. А 17 ноября в Бобруйске откроется шестой республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. В его программе спектакль «Синее-синее». Про жизнь, про нас с вами и про синюю-синюю Беларусь. И напоследок про жизнь на Земле. Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг предсказал гибель человечества к 2600 году. Ученые считают, что численность людей будет расти, увеличится потребление энергии и планета превратится в огненный шар. Эти слова Хокинга цитируют все СМИ мира. По мнению ученого, предотвратить конец света можно только одним способом – срочно искать другую подходящую для жизни планету. Тогда миллион дополнительных лет нам, вернее нашим потомкам, обеспечен. Уже есть проект экспедиции на планету, которая находится у ближайшей к нам звезды Альфа Центавра. До нее всего чуть больше четырех световых лет. Не все согласны с мнением Хокинга. У футурологов есть более оптимистичные сценарии, связанные с развитием альтернативной энергетики. Берегите себя и нашу планету. Программа «Днями». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова